Всем привет! Мы снимаем лайфхаки Матюль. Мы в гараже у Гочи Чевчана, Форвард Авто. Посмотрим, как у него дела и что он сегодня делает. Здорово, Гочик! Ты опять чем-то занимаешься? Ну да, мы тут... Здорово! Здорово! Чем занимаешься? Да, мы вот только разобрали японский мотор, который у нас в Токио на последней гонке. Чуть-чуть. Чуть-чуть загог, да. И смотрим, как сохранился все-таки мотор. Мы боялись, что может получиться так, что нам придется менять и блок, и головку. Так, но я смотрю, детальки-то все... Ну, почти что целые. Все нормально. А в чем проблема была? Ну, проблема была в том, что у нас затроил мотор. Ага. Мы поняли, что это какая-то серьезная проблема, потому что травил сильно. И был такой звук, я в прогревочном круге услышал такой, один звук такой страшный. Вот, и понял, что дело плохо, на старте сказал, что я не поеду в заезд, потому что, ну, мотор не исправил. Серега подбежал, спросил меня, что случилось, я ему объяснил, он там послушал, попробовал, что-то погазовал, понял, что да, на самом деле. Лучше не ехать, а то он просто мотор разорвет. Ну и что же у нас получилось? Вот, машина вот после этого, после этого, через полтора месяца только до нас дошла, вот мы только получили все. Машину... То есть вы стали там разбирать? Мы не стали там разбирать, конечно, там времени не было. Машина пришла вот неделю назад, и мы сняли мотор, скинули, раскидали. Вот этот вот, да? Да. Так, что... Раскидали, поняли, что поршни еще могут походить, они выглядят очень даже неплохо, учитывая, что четыре гонки проехали. Вот, вот эти вот места все износ не имеют, трущиеся, вот, такого износа нет. Подожди, подожди, давай сразу такой вопрос, а сколько они отъездили на масле? То есть, вот какой у тебя режим там, потому что это в Японии, не в России? Вообще, четыре гонки мы в Японии проехали, четыре гонки, вот, масло, масло не меняли. Четыре гонки? Да. Подожди, давай вводный еще раз. SR-20VE, да? SR-20 мотор с VE-шной головой, вот, крутим больше девяти тысяч, каждую гонку нагреваем, все. На давлении? На давлении 1,8 барра. На давлении 1,8 барра, и что за масло? Вообще, мы чаще всего меняем раз в две гонки масло, вот, но в Японии мы еще с японскими матюлевцами не познакомились, поэтому как-то получилось так, что и нам не совсем удобно было масло менять, там условий нет, вот. Ага. И, ну, мы посмотрели, вроде ничего, как бы, сильно не почернело, ну и дальше поехали, не заморачивались. То есть, Nismo Competition, 4 гонки, 1,8 барра, больше девяти тысяч оборотов, двухлитровый мотор, отъездил вот с таким состоянием поршня. И что, подожди, что ты будешь с ними делать? Ну, в общем, по износу, износа нет, можно сказать, все в порядке, поршня ходит, даже вкладыши все целые, мы их не собираемся менять. То есть, все детали, они все целые, можно было мотор не разбирать, если бы клапан не оторвало. Да, да, то есть, клапан поломало, мы перекрутили мотор, вот, я перекрутил мотор, получается так. Просто у меня так получилось, что я каждую гонку, начинал первую гонку с 9300 оборотов, 9300 у меня отсечка была. Потом приехали на Ибису, я понял, что мне чуть-чуть не хватает, я вот приземляюсь, и вот не хватает чуть-чуть оборотов, еще чуть-чуть сдвинул до 9500, ну, вроде нормально работает, и уже как-то подсознательно, думаю, мотор вывозит. Короче, клапанный механизм справляется, и, в общем, езжу на этих 9500. И на Ибису, и в Осаке на этих 9500 езжу, приезжаю в Токио, вот как раз все, где случилось. Я еще смещаю, потому что не хотелось переключаться на четвертую передачу, а там было где погазовать в Токио. Мне хотелось, чтобы еще длиннее передача была, там варианта два. Или ты ставишь пару подлиннее, но разгоняться сложнее, как бы, да, за быстрыми пилотами. Или же ты просто смещаешь чуть-чуть, ну, 300 оборотов на моторе, это на колесах как бы нормально получается. То есть там ты прям заметно чувствуешь, что там еще где-то есть запас, и ты за быстрыми машинами успеваешь. Вот, ну, я еще сместил, 9700 поставил, и все, вот-вот вам результат. Слушай, ну ты был близок к этому лайфхаку, когда не надо переключать передачу, а можно только отодвинуть лимит по оборотам, да, и, но все равно, я чувствую, что ты испытал его прямо до предела. Да, мотор испытал до предела, мы ни разу не разбирали за весь японский сезон, вот. Ну, вот такая проблема случилась, причем можно было до нее не доводить. У нас проблема в том, что у нас в отсечке мотор на таких оборотах стреляет достаточно сильно. И тут причина была не в том, что где-то зазоры не те, или клапанный механизм неправильно. То есть маленький взрыв, он? Да, маленький взрыв, он, получается, притормозил клапан в момент закрытия, и поршень его догнал. Понятно. Вот в этом произошло. И сам клапан, он сломаться в принципе не может. Что-то должно произойти. Или он должен в направляющей застрять, или поршнем по нему бахнет. У нас поршнем его стукнуло. Поэтому, несмотря на то, что у нас износа здесь нету, на одном поршне от этого клапана здесь наколотило. Сейчас мы думаем, как бы сделать так, чтобы все поршня не менять из-за одного. Я думаю, по массе надо как-то их уравнять. Да, мы просто сделаем так, чтобы колечко не подвисало здесь, оно потуже здесь наколотило, колесо потуже. Ну и по весу надо будет подрегулировать, все поршеньки подточить, чтобы по весу они были одинаковые. Ну и надеюсь, что у нас получится на тех же самых запчастях собрать, только один клапан поверить. Понятно. Вот такие вот дела. Ну мотор был, конечно, просто вышка. Чумовой. Вообще чумовой. Мы сейчас еще степень сжатия сделаем чуть повыше. Сколько сейчас? Сейчас у нас было 8,4 степень. Будем делать повыше и бензином зальем, 113 октаны. Слушай, ну отличный мотор. Я уверен, что у тебя просто великолепные механики. Да ты и сам, я думаю, сможешь собрать, разобрать мотор. Ну и интрига получилась на этом финальном этапе. Прям хочется уже посмотреть, когда. Не, мотор я сам разобрать, собрать не могу, конечно. Да ладно. Вот, но, по крайней мере, какую степень сделать, какие детали правильно выбрать, в общем, какие распредвалы с какими параметрами. В общем, поможешь. Да, я могу проект написать, какие железяки мы поставим, но ставить толком я, на самом деле, стараюсь не браться. Потому что я, если что-нибудь там не так затяну, механик потом будет недоволен. Гоча пилот. Да, больше пилот, чем я. Слушай, ну, давай тогда скажи, есть такая вот интрига, да, и даже мы знаем, вот как выглядит мотор изнутри, но когда же, наконец, гонку-то увидим? Ту самую, вот, крайнюю. Крайнюю гонку мы увидим скоро уже. Да? Да, Зарубин делает видосы с Токио, как раз там вот этот наш, грубо говоря, момент, когда мотор заглох, когда мотор начал троить, там все снято, покажем скоро. Супер. Ну, что, тогда будем встречаться на премьерном показе, а потом будем вместе все смотреть и читать восторженные комментарии уже в YouTube на канале Зарубин. Да, да. Ну, все, респект, давай. Давай. Пока. Пока-пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok